Добрый вечер! 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 чьи дети находятся в социально небеспечном становище. Размова шла об суместной работе по недопущению здесь не не подлетками, злочинству и правопорушениям. Как правило, дробное хулиганство и крадежет бываются в вечерне, те ночные часы, когда неполнолетние не находятся под наглядом батьков и продоставлены сами себе. Под час вида селектора так само были закрануты и иншие, наибольшь острые аспекты семейного недобробыту. Вращение жильевых проблем для створения необходимых нормальных умов, выхование детей и праца лоткования батьков. Треба отзначить, подобная форма работы, коли инспекция по справах неполнолетних гомельского облывыканкам суместно с субъектами профилактики, супрацовничая ящаясь с батьковской громадскостью, отрымала початок у 2015-м годе. Все ли это она так само будет протягиваться, тем более, что планов по взаимодей не шмат. Даречи, сустречи с громадянами, чие дети находятся в социально небеспечном становище або потребуют повышенные педагогичные уваги, мают не только областный формат. Яны, что квартально проводятся и у районах. Вырошить пытанники, хвалючих ару региона, да помогут промые телефонные линии. Яны протягивать, працевать по субботах. Завтра с 9 до 12.01 звороты громадян будет примать наместник старшини Гомельского облывыканкама Олег Михайлович Пачынок. Нумер телефона у Гомелии 75 12 37. Параллельно промую линию проведе перши наместник старшини Гарвыканкама Павел Яугенович Паулау. Звонков от жахару областного центра чекают по номерам 75 19 84. Як и заусёды по субботах промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвыканкамах. На базе Мазырской середней школы номер 16 отбылся шострый республиканский конкурс работ доследчего характеру по замежных мовах. Абтых, для кого сучасных школьников английская, гэта други русские, глядзите в сюжете телеканала Мазыр. Шострый республиканский конкурс работ доследчего характера на замежных мовах собрал на Мазырской земле 77 удельников самых разных белорусских школ, лицеу и гимназии. Свои проекты на суд компетентного и строгого журы представили старшеклассники, які упэлнены. Ведание английской, немецкой и инших замежных мов – залог поспеху сучасного человека. Само участие в этом конкурсе, даже на подготовительных этапах, очень важно для ребенка, который изучает иностранные языки. Потому что сегодня знание иностранного языка дает возможность ребенку расширить свой кругозор, побывать в различных странах, поучаствовать в интересных молодежных проектах и, конечно же, заниматься наукой. Вот со слов членов жюри, которые принимали участие и представлены в том числе и разными странами, ответы детей были очень интересные. Они были глубокими. Дети высказывали свое мнение. Открывать новые имена и давать дорогу молодым – одна из приоритетных задач подобных проектов у республиканского масштаба. Сирот гоноровых гостей – поставники университетов и посольства замежных держав. Многие из них на Мазыршине побывали у Першеню. Это очень красивая земля, очень спокойная. Я с моими коллегами вчера именно ночевала в вашем городе и там ресторан ходили. Здесь вы чувствуете, что очень спокойно. Это город очень красивый и народ очень счастливый такой характер и добрый. Двухденный конкурс завершился урожистой церемонии узнагороджения переможцев. За некольких хвилин, да и о початке, юные полиглоты собрались у актовой зали середней школы номер 16, чтобы еще раз повторить с представниками делегаций из разных областей и поделиться своими урожениями. Очень интересный конкурс и вот в нашей команде Минска все очень быстро сдружились. На самом деле атмосфера великолепная. И атмосфера многоязычия очень приятная, когда ты общаешься на своем языке и на языке, который ты знаешь, то есть иностранный, всегда очень-очень интересно. Три дипломы шестого республиканского конкурса до следующих работ до дома повезли представники Могилевской области. По четыре узнагороды у делегаций из Гомельской, Витебской, Брестской и Гродненской областей. Пять отправилися у Минскую область. А безумовным лидером стали столичные школьники, которые собрали свой скарбон квадразу 9 дипломов. Зрешты без подарунков из Мазара не съехал никто. А головным из них стала гостина с Полеской земли. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал Мазыр. Специально для телерадио-компании Гомель. Областным центром отбился конкурс про Гажості и Грации МИС ГДУ-2016. У делу им приняли 9 творчых, активных и метанных керованных студенток Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. За корону переможцы змагались бояльные и привабные представницы разных факультетов Альма-Матер. Свою пригажості и грациозность яны демонстровали у дефиле «Розум и таленты» про интеллектуальные творчые конкурсы. МИС ГДУ-2016 гэта свой саблівый синдикат традиційного выступления конкурсанток на подеуме и увядзення у шоу нестандартных адметных университетских фишек и задумок. Все летотворчая свободніства проходила уже у третий раз. Калі ранее яго організація займаліся выключна студентскими силами, то зараз до мероприемства долучилися профессийные фэшно-специалисты і організація. Конкурс отримався яскравым і відовішным, а подрифтовка до його была жорсткай і вялась на самым високім узроўнім. Девочки занимаються актерским мастерством, искусственным дефиле, им читаються лекции о правильной диете, о правильных работах з фотографами в фотосетах. То есть они проходят, грубо говоря, полный курс модельного обучення. Поэтому я думаю, что серьезная школа для тех, кто хочет пойти дальше в фэшн, в высокий мир моды. По выніках усіх творчых выпрабаванні у корону-пераможцы гоноровый титул МИС ГДУ-2016 отримала студентка экономичного факультета Ксения Елесеева. И она так само стала владальницей номінации МИС Зачараванні. Стали вядомы соперники мужчинской и жанучшей команд гандбольного клуба «Гомель» у полфіналах розыгрышу Кубка Украины. Жрабеўка прайшла у Беларусской федерации гандболу. У финал четырёх розыгрышу трофея срод мужчинских команд, а крамя Гомеля, сгуляюць Сталичный СКА, Магилёвский Машэка и Брэзский гандбольный клуб «Мя-Мяшкова». Миновит СБГК и сгуляюць гамельчане. Плануецца, што финальная частка розыгрышу Кубка Краины адбудзіцца 6 и 7 мая у Брэзте. Жанучшая команды уладальника трофея будуть вызначать 29-го и 30-го красавяка у Минску на паркете Палаца Спорту у Ручча. А крамя Гомеля за Кубок пазмагаюцца столичный БНТУ «Белаз», Бабруйская Бярезіна і Вікторая Бярэстя з Брэста. За выходу в финал гамельчанки пазмагаюцца з бабруйскімі гандболістками. У Гомельскім Палаце водных видав Спорту прайшло адкрытое першынство в області по плаванні сірод юнійораў. У турніры прынялі ўдзел левшая плавцы регіона ў гэтай узроставай катэгоры. На першынство прыехалі 8 камант, ў кожный па 16 спортсменна ў зростам ад 14 до 18 гадоў. Мацнейшых выявлялі ў асабістым і камантным заліку. Традыцына тонна споборніствах задаюць гомельскі аспартсмены. Мапошній час сурьозну конкурынцу складаюць і плавцы з іншых гарадоў в області. У першу чаргу Жлобіна і Светлагорска. Першынство в області не просто плановы турнір. На кану паездка на республіканскі аспаборніцтвы, а таму спортсмены мкнуліся паказаць свае лепшыя вынікі. У каманду трапіли толькі 12 дзяўчаты, столькі ж хлопцаў. У пачатку красавіка яны будуть змагацца за узнагароды першынства Беларусі. І гэта была пошній інформація выпуску. У студы працывала Наталі Ігнатенка. Я і мої калегі жыдаем вам удалага вечара. Да новых сустрэчу ефіры.